В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило 700 обращений. Если анализировать обращения граждан, то с каждым годом их становится больше. И я должна сказать, что для того, чтобы люди имели возможность информировать их о тех возможностях обращения к Институту Уполномоченного по правам ребёнка, позитивно, что уже подключаются наши предприниматели, сами предлагают помощь в этом году. В прошлом, я имею в виду, в 2013 году с помощью средств неравнодушных предпринимателей, проявивших инициативу, информация о горячей линии Уполномоченного по правам ребёнка была размещена в различных торговых центрах, вот знаете, где наши расположены информационные блоки. В этом году у меня увеличилось количество обращений граждан. Но если говорить конкретно о структуре обращений, по каким вопросам обращаются, где граждане считают, что нарушены больше права их детей, то на первом месте это вопросы, конечно, защиты жилищных прав детей. Они по сравнению с прошлым годом чуть меньше стали, количество обращений стало чуть меньше, но содержание этих обращений примерно идентично прошлому году, потому что это вопросы, касающиеся защиты жилищных прав детей, которые проживают в аварийном жилье, имеются в виду в процессе сноса и предоставления именно по норме, которую до этого занимала семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова